Оформите документы на дом, расположенный на садовом участке, пока это не сделали за вас. Многие россияне не торопятся узаконить постройки на своей даче и годами используют объекты, которые юридически имеют статус недостроенных. А муниципальные власти, как правило, никакого контроля за этой ситуацией не ведут. Теперь местные власти должны проводить выездные проверки, выявлять незарегистрированные здания, направлять результаты в Росреестр, который получил право самостоятельно вносить изменения в свою базу. И в этом случае гражданину придется уплатить налоги по той ставке, что рассчитает ФНС на основании данных Росреестра. К сожалению, у нас встречаются люди, которые целенаправленно объекты на кадастровый учет не ставят, с целью как раз-таки неуплаты дальнейших налогов. Законодатель пришел к тому, что он наделил полномочиями соответствующими органы, в том числе муниципалитет, который позволяет без участия гражданина поставить объект на кадастровый учет, соответственно, и дает возможность пополнять бюджет за счет налогов с таких объектов. Нововведение может привести к неприятным для владельца постройки последствиям. Согласно письму ФНС от 18 января текущего года, если налоговикам поступят сведения о наличии нежилого здания на садовом участке, то такой постройке автоматически будет присваиваться налоговый статус жилого дома. А значит, платить за него придется больше. Под зданием будут понимать строение сезонного или вспомогательного использования, предназначенное для отдыха и временного пребывания людей. Чтобы избежать подобных споров, лучше оформить документы на дом самостоятельно. При этом оформлять в собственность другие дачные строения, к примеру, деревянный сарай, никто не требует. Речь идет только о дачном доме. Подлежат обязательному оформлению те объекты, которые являются объектами недвижимости. Не каждая постройка хозяйственная, не каждый сарай может быть отнесен к объектам недвижимости. Первый признак – это наличие капитальности, прочной связи с земельным участком. То есть должен быть фундамент. Если у вас стоит сарай под складирование огородного садового инвентаря, конечно же, это вряд ли можно отнести к объектам недвижимости. Если дом на участке не оформлен в собственность, могут возникнуть и иные проблемы. К примеру, если вы решите дачу продать, передать по наследству или если государство решит построить на территории, где расположен ваш участок, дорогу или какое-то сооружение. Естественно, тут вопрос станет в цене. Земельный участок с оформленными объектами недвижимости на рынке стоит значительно дороже, нежели просто земельный участок, который содержит объекты недвижимости неоформленные. Опять же, я здесь сказал, что есть вопрос с соседями, вопросы изъятия. Если будет изыматься земельный участок, на котором находится жилой дом, неоформленный, то компенсацию вы получите исключительно за земельный участок. Никто в расчет не будет брать то, что там находится объект жилое строение, в котором вы проживаете, и взамен вам ничего иного, кроме денежной компенсации, не дадут. И здесь вопрос именно в финансовых потерях станет ваших. Стоит учесть, что россияне имеют право на льготу по налогу на имущество в отношении одного хозяйственного строения или сооружения до 50 квадратных метров, в том числе на садовом участке. Возможно, кому-то выгоднее, чтобы одно из имеющихся хозяйственных строений учитывалось как жилой дом. Ведь ставка по ним ниже, чем по прочим объектам. Например, для пенсионеров, людей предпенсионного возраста и прочих льготников, так как эти категории освобождаются от налогов по одному объекту за исключением нежилых. Правда, стоит учитывать, что строение, признанное домом на садовом участке, может быть максимум в три этажа и не больше 20 метров в высоту. Кроме того, оно должно соответствовать градостроительным регламентам и правилам застройки. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.